МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый знаменитый советский министр иностранных дел, дипломата номер один в мире, единственный белорус, чья подпись стоит под уставом ООН, родился на Гомельщине и всегда говорил, что здесь его родина. Я вспоминаю свое детство, когда включали телевизор, шли новостные какие-то репортажи, и вдруг на экране появлялись члены Политбюро на мавзолее, и кто-то из взрослых говорил, о, наш Громыко. Андрей Громыко родился 5 июня 1907 года в деревне Старые Громыки Ветковского района. Сегодня этого населенного пункта больше нет на карте. После Чернобыльской аварии жители покинули эту деревню. Но в самой ветке помнят и чтят имя великого земляка. Здесь, на его родине, есть школа, которая носит имя Громыко. Он родился в обычной семье, но надо сказать, что Андрею Андреевичу повезло в том, что его родители были начитанными. Они интересовались чем-то. Не случайно его маму в селе называли профессором. Уже в детстве будущий министр иностранных дел СССР отличался особым любопытством к истории. Он любил читать с детства. И я думаю, определенную роль сыграли вот в том, что он так полюбил книги с детства, что он рос в той среде, где когда-то поселились старообрядцы, а у них были книги такие, знаете, в кожаных переплетах огромные. Они не могли не привлекать внимания. Андрей Андреевич читать любил всю свою жизнь. Он мечтал о карьере экономиста, но судьба распорядилась иначе. Дипломатом Громыко стал внезапно. После Минского института экономики в 1939 году ему, молодому кандидату экономических наук, предложили работу в Народном комитете иностранных дел. С этого времени его жизнь изменилась навсегда. Советский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Советского Союза, председатель Президиума Верховного Совета СССР. Он достраивал послевоенный мир и участвовал во всех самых тяжелых переговорах советского времени. В истории мировой дипломатии Громыко оставил не только громкое имя. Он создал документы, на которых до сих пор держится мир и порядок. Он сделал для нашей республики то, что она стала полноправным членом Организации Объединенных Наций. Это его достижение. Трудно найти другого советского политика, кто пользовался бы таким уважением на Западе. Всегда серьезный, подтянутый, безупречно одетый. Он не любил встреч один на один и вел переговоры только с переводчиком. За твердую позицию на переговорах он быстро получил прозвище «Мистер Нет». Великий дипломат советской эпохи, человек величайших способностей и высокого интеллекта. Он любил фильмы с Орловой и стихи Пастернака, обожал шляпы и считал, что лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. Жизнь Андрея Андреевича – это пример для всех, кто хочет достичь каких-то высот. Ведь о Гомеле могут не знать во всем мире, а об Андрее Андреевича Громыко знают. Сегодня в Гомеле есть сквер имени Громыко, где установлен бюст главы советской дипломатии, как дважды героя социалистического труда. А в Гомельском музее Дворца Румянцевых и Паскевичей портрет выдающегося белоруса занимает одно из почетных мест. В зале торжественных приемов Дворца музея и вот среди 16 портретов, а здесь самые-самые-самые, начиная от Кирилла Туровского, вот, те имена, которые прославили нашу Гомельщину, о которых знают далеко за пределами Республики Беларусь и постсоветского пространства. И среди портретов Андрей Андреевич Громыко. В 2006 году фонд музея пополнился уникальной экспозицией, посвященной прославленному земляку. Личные вещи, мебель из рабочего кабинета, книги, документы советского дипломата были переданы в музей его детьми. Здесь находится одна из любимых шляп Андрея Андреевича Громыко, галстук, который он носил, карандаш, которым он делал пометки в трудах, которые он читал. Строгость, последовательность, сдержанность, так присущие великому политику, чувствуется здесь во всем. Деловая папка и нож для бумаг, шкатулка с восточным орнаментом, подарок Ясера Арафата. О феноменальной памяти советского политика напоминает этот красный ежедневник. В нем нет ни одной записи. Зато на страницах советских журналов следы синего карандаша, с помощью которого мистер Нетт искал ответы на вопросы истории, оставляя на обложке две буквы ОВ. Очень важно. Особую атмосферу рабочего кабинета создают вещи советской эпохи. Мебель, документы, книги, журналы. Не хватает лишь карты мира, глядя на которую Громыко любил размышлять о судьбе Родины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова